Всех благ и пусть будет мир. Добрый день, господин Григорьев. Спасибо, что приняли наше приглашение. Итак, Сенат Франции. 295 голосов было за и один голос против принял резолюцию, призывающую правительство Франции ввести санкции против Азербайджана и призывающую Баку вывести свои войска с территории Армении. Итак, вопрос, какую силу будут иметь эти резолюции и какие последствия могут быть? Спасибо за приглашение. Добрый день. Франция – постоянный член Совета Безопасности ООН. Официально одна из пяти ядерных держав мира. Франция – лидер стран Франкофонии. Туда входит 55-56 стран. Франция – один из лидеров в Европейском Союзе. То есть, это страна, которая влияет на мировое развитие очень серьезно. Поэтому, когда парламент, Сенат такой влиятельной страны, такой мощной державы принимает такие решения, уже сам этот факт говорит об очень многом. То есть, они поддержали армянскую демократию, они поддержали позицию Армении и по Карабаху, и по территориальной целостности Армении. И это огромная поддержка, которая будет иметь огромное влияние и на многие другие страны мира. Поэтому, спасибо Сенату Французскому за эту резолюцию. В этой резолюции вы назвали требования вывода азербайджанских войск с армянской территории, но там и других много требований, о чем мы сейчас поговорим с вами. Здесь, еще раз я повторяю, здесь очень важен месседж одной из крупнейших держав мира, одной из влиятельнейших держав мира. Вот это очень важно зафиксировать. Месседж направлен к агрессивному режиму Олива, что возьмите себя в руки. То есть, если вы будете так продолжать вести себя, начнутся санкции. Это четко в этой резолюции есть. Я, вот вы сейчас так напомнили мне, очень важную часть в этой резолюции, которая касается Лачинского коридора. Даже мы в Армении после потери Лачина, или мы говорим Бердзор, в августе этого года, когда не только Азербайджан начал агрессивные действия, военные операции против жителей Бердзора, но и Россия потребовала выхода из Бердзора, многие этого не знают. А вы знаете, в соглашении от 9 ноября, в заявлении 9 ноября 2020 года, там действительно планировалось передать под контроль Азербайджана Бердзор, но через три года. Прошло полтора года. То есть, нас заставили выйти оттуда на полтора года раньше, когда новая дорога не готова, наша часть. Что очень понятно, потому что было время у Армении готовить. Вот посмотрите, даже мы с этим смирились, потому что не только Азербайджан от нас потребовал и военные действия пошел, но и Россия потребовала, чтобы мы вывели. Помните, руководители Карабаха об этом говорили, для меня это важно. Если бы об этом не сказали руководители Армении, я бы начал думать, что там случилось. Если пророссийские настроенные руководители Карабаха, Нагорного, вынуждены было сказать это требование России, я хочу, чтобы мы это зафиксировали. Так вот, в этой резолюции, о чем говорится, там та часть, которая посвящена Лачину, очень тонко написана. Что Лачинский коридор, это не обсуждаемая тема, это коридор связи армян Армении с Нагорным Карабахом. Это безопасность Нагорного Карабаха. Поэтому Лачинский коридор не должен контролироваться азербайджанскими войсками. Они должны оттуда тоже выйти. Там, да, русские миротворцы стояли и по договору 9 ноября, там ссылка на договор 9 ноября, что именно это должно выполняться. То есть, Азербайджан обвиняет в том, что он нарушает договоренности от 9 ноября. Мыслимой о чем заключается, что очень серьезный документ, о санкциях речь идет, в той части, которая касается Карабаха, просто блестящее, что будет открыт офис, должен быть гуманитарный офис в Нагорном Карабахе. Что, если так продолжатся агрессивные действия Азербайджана, это может привести к тому, что необходимость возникнет в признании независимости Нагорного Карабаха. Так что я хочу сказать, блестящие документы. В Азербайджане говорят, что он имеет консультативный характер и не имеет обязательной силы для правительства, для исполнения правительства. Что вы насчет того? Факты, заявления, в том числе, вот такого типа важной резолюции. Но Франция демократическая страна. Сенат предлагает, если закон, это обязательную силу имеет для правительства. Если заявление, оно или резолюция, они не имеют обязательной силы. Но это демократия, поэтому не обязательно, чтобы правительство и сенат мнения совпадали. Но что очень важно, значит, по правилам сената в конце этих диспутов были выступления правительства. То есть, после выступлений сенаторов, после вот этих дискуссий парламентских, в конце выступает представитель правительства. И по этой инициативе сената конкретно, вот в данном случае, по конкретно, по инициативе по Армении и Нагорному Карабаху, правительство говорит свою точку зрения. Вот здесь важно понять, то есть, это рекомендательную силу имеет, но правительство что говорит по поводу документа? Тогда бывает очень часто, что правительство не соглашается с позицией сената или по каким-то пунктам не соглашается. Так я очень внимательно послушал все дебаты и представителя Министерства иностранных дел Франции. В его выступлении не было ни одного пункта, по которому они бы не согласились. Значит, формально это рекомендации, но если смотреть реально, правительство Франции разделяет точку зрения сената. Поэтому должен разочаровать пропагандистов из Азербайджана. То есть, если Азербайджан начнет агрессивные действия, допустим, завтра против Армении или против Нагорного Карабаха, причем, когда я говорю агрессивные действия, я не имею в виду какую-то одну перестрелку. Нет, имеете в виду военные действия, похожие на то, что было 13 сентября этого года. Начнутся работать вот эти пункты. Начнутся санкционные шаги со стороны Франции. Скажите, пожалуйста, это может иметь влияние на переговорный процесс, если можно считать, что сейчас имеется переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном? Ну, Азербайджан что говорит? Что это может ударить по мирному процессу. А я говорю наоборот. Это может помочь. Почему? Потому что это инструмент сдерживания агрессивности азербайджанского руководства. Потому что этим инструментом ты сдерживаешь агрессивные шаги Азербайджана. То есть сейчас уже Азербайджан сто раз будет просчитывать. Имеет смысл начать военные действия, чтобы Франция поставила бы в Совете Безопасности ООН вопрос о введении санкций против Азербайджана. То есть санкция и сама как страна Франция ведет санкции. Но плюс они обратятся в Совет Безопасности и, конечно, в Европейском Союзе. Мысль моя в чем заключается? Как раз наоборот. Эта резолюция, она очень поможет миру на Кавказе. Потому что она ограничивает агрессивность Азербайджана. Сможет иметь сдерживающий характер. Хорошо. Вы напомнили об одном из пунктов этих рекомендаций или призывов. Парламент Франции просит правительство Франции рассмотреть вопрос о создании гуманитарного офиса в Нагорном Карабахе. О каком офисе говорится, если вы знаете, и насколько это реально? Имеется в виду уровень признания суверенитета Нагорного Карабаха. Что значит правительство Франции своим решением открывает гуманитарный офис, который будут гуманитарные программы реализовывать в Нагорном Карабахе. Что это означает? Это степень признания Нагорного Карабаха. Право субъектности, субъектности, что есть Нагорный Карабах, да, не решена проблема. Да, Карабах не независимый, но субъектность есть. Извиняюсь, я могу аналогию провести с Косово. Косово еще до того, как референдум под эгидой ООН провели по независимости Косово. Еще до этого ООН поставила там офисы, в том числе по организации референдума, в том числе по гуманитарной помощи. Здесь Франция, французское правительство. И с учетом того, что Франция постоянный член Совета Безопасности ООН, это, извините меня, с этим считаться не может. Ну понятно, гуманитарные какие вопросы решают. Например, в том числе разминирование. В том числе решать социальные вопросы жителей. Обеспечивание жильем и так далее. В том числе решать вопросы пропавших в Безопасности. В том числе решать вопросы семей, погибших во время войны и так далее. Или агрессии против Нагорного Карабаха. То есть там широкий спектр вопросов. Но сам факт, я хочу, чтобы мы поняли одно вещь. Важен сам факт, если завтра правительство Франции согласится и откроет этот офис. То есть сам факт открытия офиса и его начала работы, конечно, об очень многом будет говорить. Еще одно выступление я хотела бы отметить. В одном из выступлений французский депутат, один из депутатов, отметил, что Азербайджан использует в Армении ту же тактику, что и Россия в Украине. Это очень интересный момент. В азербайджанской прессе уже пошли сравнения. И вообще, для того, чтобы миру стало понятно, Азербайджан пытается навязать этот нарратив, что Азербайджан это жертва, а Армения это как Россия, агрессор. Давайте посмотрим, что имел в виду депутат французский, когда говорил, что Азербайджан использует ту же тактику, что и Россия в Украине. Давайте посмотрим, о какой тактике идет речь. Мы можем здесь, конечно, кое-что вспомнить, но я предоставлю... Ну, я скажу, как я понимаю это высказывание. Дело в том, что есть такое понятие, как ценности, ценности демократии, ценности свободы. И вот в выступлениях депутатов, я их внимательно послушал, всех сенаторов, кто выступал, в поддержку этого документа, особый акцент делался на следующем, что Армения это демократия. Молодая, неопытная, но демократия. Армения цивилизационная, это часть Европы. И имеется в виду, конечно, наше христианство, имеется в виду наша культура и так далее, и так далее, наши традиции. И они говорят, как мы можем не помочь такой стране, когда на нее нападают. Нападают очень похоже на то, как нападает Россия на Украину. То есть, что говорит сегодняшнее руководство России? Я сейчас не о народе говорю, а о сегодняшнем руководстве, путинской России. Они говорят, мы считаем, что это наша земля, мы будем ее захватывать. Идут, заходят в Херсон, заходят там в Запорожье, бомбят жилые дома и так далее. Посмотрите, что делал Азербайджан. Что он говорил? Мы считаем, Нагорный Карабах наш. Сейчас что говорят? Мы считаем, Зангизур наш. Идут, воюют, заходят, бомбят в том числе города, села. Вы помните, в 2020 году, что бомбили? Бомбили Степанагерд, бомбили Мартуни, бомбили другие деревни и малые города Нагорного Карабаха. Методы бомбили роддом, да, в Степанагерде этот новый прекрасный роддом. Хорошо, но в целом важно. Методы те же самые. И французы это видят. Мы же тоже видим, что, к сожалению, Россия и сегодняшняя руководство России применяет жестокие методы. Вот последняя бомбежка, когда была? Вчера или позавчера, когда Киев бомбили, и мы видели эти жилые дома, которые разбомблены. Вы знаете, это преступления военные. Такие же преступления военные мы видели азербайджанцев против армян. И не только в 2020 году, 13 сентября это зверские убийства двух женщин-армянок военных, чудовищные, с пытками, расчленением тел, чудовищные. К сожалению, я должен сказать, что такие негативные явления, когда против гражданских лиц применяется насилие, мы видим и в войне или агрессии России против Украины. Это очень меня настораживает. Потому что никогда я так не думал, что будет там тоже такого типа развития. И видите, какая аналогия? Азербайджан агрессивную политику ведет, а так и на историю армянского народа. И аналогичную мы видим атаки России против Украины. И сообщение ТАСС. В США сообщили, что Киев поставил Баку, применявшийся в Карабахе белый фосфор. Я специально привела заголовок ТАСС, поскольку, во-первых, есть четкое утверждение, что Баку применял фосфор в Карабахе. Белый фосфор. Итак, сама информация сейчас я уже в нашем изложении изложу, чтобы зритель тоже послушал. Выступая, я привожу, что было на самом деле. Выступая на слушаниях в своем комитете, на которых рассматриваются ситуации в Закавказье, председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Мендес, демократ от штата Нью-Дерси, Дерси заявил, что применение вооруженными силами Азербайджана боеприпасов, содержащих белый фосфор, в ходе боевых действий из-за Нагорного Карабаха в 2020 году широко освещалось. И, к сожалению, сказал он, эти боеприпасы были поставлены Украиной. Итак, наверное, Шилов в мешке не утаишь. Алиев на днях сам заявил, что войну в 2020 году начал он. И кадры использования белого фосфора и тогда видели, и сегодня видят. И сейчас уже, почему я привела сообщение ТАСС, что Киев поставил Баку, применявшийся в Карабахе, белый фосфор. То есть уже не ставится под сомнение, кто использовал белый фосфор в Карабахе. Итак, Алиев начал войну, белый фосфор использовал. О том, кто, какие виды вооружения поставлял Баку, это другой вопрос. Какие последствия могут быть? Что зафиксировано? Ну, самое главное в этом выступлении этого известного человека, известного сенатора, который председатель комитета по внешним вопросам, сенатор Соединенных Штатов, это, конечно, крупная фигура. Очень самое главное здесь, ключевое следующее, что Азербайджан использовал запрещенное оружие против армян. Это химическое, приравнивается к химическому оружию. К химическому оружию, а химическое оружие запрещено применять. Вы знаете, в современных войнах запрещено. То есть это военное преступление. Для меня в этой части текста это важно, что Азербайджан первый начал войну, и второе, что Азербайджан применил химическое оружие против армян Нагорного Карабаха. Фиксация этого на уровне дискуссий, дебатов в Конгрессе, это дебаты, знаете, кто отвечал на эти вопросы? Блинкен и его команда, и Рикер. То есть Министерство иностранных дел США, то есть госсекретарят США, они отвечали на запросы и требования конгрессменов. И среди вопросов был такой вопрос, где они пытались что-то объяснить и так далее. Конгресс США это важнейший институт в мире, не только для Соединенных Штатов, как парламент. Это важнейший институт политически-мировой. И там, представляете, такие вопросы звучат, что Азербайджан использовал фосфорное оружие, то есть химическое оружие во время агрессии, его агрессии против армян Нагорного Карабаха. Я думаю, это очень важные месседжи, для нас позитивные. Потому что одно дело, Армения говорит, что вот мы знаем, что азербайджанцы совершали военные преступления, и надо доказывать и так далее. Другое дело, когда говорит сенатор Соединенных Штатов, который это не сказал бы без того, чтобы и спецслужбы ему принесли бы факты. Так он еще и читал и говорил, что это много сообщений было об этом, конечно. Ну, здесь не только сообщения, наверняка сенаторы, они огромный опыт политический, чтобы их завтра не обвинили в необъективности. Ясно, он запрос давал спецслужбам Соединенных Штатов, а у них там, вы знаете, много институций соответствующих, и они ему эти все документы дали. Мысль моя о чем заключается? Что да, этот посыл очень серьезный, и вы знаете, это очень созвучно тем дискуссиям, которые были в Сенате Франции. Очень созвучно. Потому что, вы знаете, сейчас Конгресс США также готовит резолюции касательно Армении и Нагорного Карабаха, и касательно агрессии Азербайджана. Насколько я понимаю по этим вопросам, там еще много других вопросов было задано, я читал в прессе сегодня, много других было вопросов задано. Из этих всех вопросов я вижу, что линия очень близкая к тому, что Сенат Франции. Поэтому Конгресс США вполне возможно, что в ближайшие дни примет также резолюцию, очень по своему содержанию, близкую к содержанию Сената США. Это интересно. Вернемся к парламенту Франции, к Сенату, да, к парламенту Франции, и к выступлению того же французского депутата, когда он сказал следующее. Он сообщил, что президент Еврокомиссии подписал контракт по газу в Баку и считает Азербайджан своим партнером. И спрашивает депутат, готовы ли мы забыть все наши ценности и принципы ради нефти и газа? Готова ли Европа забыть свои ценности в обмен на нефть и газ? Что бы вы ответили? Прекрасный вопрос. Вы знаете, здесь еще есть та часть работы, которую мы должны сделать. Объясню. Вот мы были с моими друзьями, партнерами, экспертами армянскими месяца полтора назад в Брюсселе. Были у нас встречи и в Еврокомиссии, и в Европарламенте. Когда мы такого типа вопрос поднимали, то есть мы говорили, мы не против, чтобы вы бы сотрудничали с Арменией в экономической области, с Грузией, с Азербайджаном тоже не против. Но вот когда вы подписываете договора, и их называете стратегическими, вы помните, Еврокомиссия назвала договор с Азербайджаном стратегическим, вы обсуждаете, что Азербайджан не имеет права силу применить против Армении? Они, конечно, отвечали, да. В пунктах договора это есть, что Азербайджан должен уважать права человека, уважать вот это мирное решение проблем и так далее. А теперь просим вас быть последовательными, расторгнуть этот договор, так как Азербайджан начал военные действия против Армении. То есть, грубо говоря, Азербайджан с вами подписал договор, получил легитимность, этот режим Алиева усилил, и это начал использовать в войне против Армении и Армян-Нагорного Карабаха. Вот здесь есть часть, которую мы должны сделать. Спасибо этому сенатору французскому, который поднял этот вопрос, что есть принципы, ценности, то есть их нельзя продавать на газ. И вы знаете, в Конгрессе один из конгрессменов США поднял аналогичный вопрос, что нельзя продавать ценности, обменивать на сиюминутно. И во французском парламенте, когда я очень внимательно слушал эти выступления, вот эти идеи были, что вот так вы с Путина на свою голову посадили, вот так вы с Путиным подписывали газовые договора и говорили, ничего, закроем глаза на нарушение прав человека внутри России путинским режимом. И сейчас мы стали перед огромной войной в Европе, такой огромной, которая не была после Второй мировой войны. Вот эти аналогии, которые есть в этом вопросе, и надо поблагодарить этого депутата, были и у сенаторов США, и еще у других сенаторов Франции. То есть они что говорят? Нельзя уступки делать авторитарным режимом. Они потом становятся неуправляемыми. В этом смысле тоже можно проводить аналогию с авторитаризмом в России и в Азербайджане. Российскому авторитаризму много потворствовали. То есть, когда закрывали глаза, там вот помните, когда Северный поток-1 был, потом начали Северный поток-2, многие люди предупреждали, что это будет иметь тяжелейшие последствия. А сейчас Европа стоит перед энергетическим кризисом, потому что ей начали диктовать условия. Поэтому здесь, я считаю, очень полезные дискуссии, и все эти вопросы, которые вы сейчас подняли, они очень важны. Потому что нельзя менять ценности на газ, на такие примитивные прибыли, потому что потом это их тоже ударяет. Но здесь еще раз я повторяю, наша часть работы должна быть. То есть, наши власти должны напоминать об этом Еврокомиссию. То есть, говорить, да, мы понимаем, сотрудничество тоже очень важно. И более того, стимулировать, чтобы Еврокомиссия этот рычаг использовала против Азербайджана, а не Азербайджан против них. Понимаете? Тем более, что азербайджанский газ, если российский газ, он составляет 40-50% от нужд Евросоюза, азербайджанский газ 1% не составляет. Неужели надо, как бы, отступать от принципов? Ну, здесь, к чести, должен сказать, что и в Европе тоже большая сейчас критика. Вот у депутатов Европарламента серьезнейшая критика в адрес руководства Еврокомиссии. Хотя Еврокомиссия руководства правильные заявления делает, говорит, что недопустимо военным путем решать и так далее, они правильно себя ведут. Но все равно то, что их критикуют, это правильно. Что в любом случае можно было и не подписывать этот документ с Азербайджаном. Но там тоже не все шутко-гладко. Там по этому документу еще Баку работает, выбивает себе какие-то возможности. Теперь вернемся к переговорному процессу. После телефонного разговора с премьер-министром Армении госсекретарь США Энтони Блинкин также побеседовал с президентом Азербайджана. Пашиняна Блинкин призвал сохранить динамику мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после встречи министра иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. А Алиева призвал соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от провокации, чтобы создать атмосферу уверенности на пути к миру с Арменией. Итак, попытаемся воссоздать ситуацию по переговорам с разными посредниками, исходя из этих посылов и формулировок. Значит, Пашиняна призывает сохранять динамику после мирных переговоров, Алиева соблюдать режим прекращения огня, воздерживаться от провокации. Да, это Вы хорошо заметили. Вчера у меня попросили комментарий, когда еще не был телефонный разговор Блинкина с Алиевым. И такая паника была в армянском среде политической. Но я сразу сказал, что я думаю, что через несколько часов будет звонок и Алиеву, и мы поймем, что это месседжи обоим сторонам. Но я другое сказал, если этот месседж только нам, мы должны подумать, с чем он связан. И независимо от того, что я предсказал правильно, что Алиева позвонит, я хочу сказать, представьте, что Алиеву не позвонили. Ясно, в этом месседже есть обеспокоенность в США. Вы знаете, наш пример Николай Пашинян несколько раз сказал, что вот мы готовы на русский вариант и так далее. А Блинкина обеспокоенность в следующем. Что если Вы опять начнете отвлекаться на обещания России, просто Вы окажетесь в тяжелой ситуации. Подумайте над этим. Здесь вспомним просто, я в скобочках напомню, что анонсируется приезд Путина в Ереван 22 числа. То есть там очень тесный контакт идет опять. Да, да, да. То есть обеспокоенность в следующем, что Вас опять отвлекают, Вам дают обещание, опять не выполнить, и опять в тяжелом положении. Поэтому продолжайте переговорный процесс, чтобы он завершился документом. А Алиева о чем предупредили? Великолепно. Четко. Четко предупредили провокации в своей прекратности. Даже слово провокации фактически. Нет, но это такого удара пощечина, что трудно сказать. Вообще, извиняюсь, это очень редко принято, да? Вот так напрямую говорить, что прекратите свои провокации, прекратите агрессивные свои действия. Нет, это прекрасное и серьезное предупреждение Азербайджану. Но нам тоже есть предупреждение, что не отвлекайтесь. Я многократно говорил, Россия сейчас не с нами. Это отдельная тема для разговора, мы можем долго говорить, но она не с нами, она с Азербайджаном. Она еще больше сейчас после поражения в Херсоне зависит от Азербайджана и Турции. В особенности от Турции. Поэтому что скажет, попросит Турция и Азербайджан, она выполнит. А они что просят? Окончательно решить карабахский вопрос. И из меня не просят. Требуют? Совершенно верно. Уже требуют. Потому что Россия после поражения в Херсоне очень ослабла. Поэтому нам действительно надо быть конструктивными и пытаться, и не отвлекаться. У меня из выступления Николы Пашиняна, в последнее время он много выступает, и это даже полезно, чтобы люди хорошо знали ситуацию. Но только обеспокоила одна мысль. Когда он сказал, мы согласны на русский вариант и так далее. Помните, когда полтора года назад впервые азербайджанцы вошли на армянскую территорию, в районе Черных озер. Тогда же Франция выступила в поддержку нашу и инициировала в Совете Безопасности ООН дискуссии, заседания внеочередные. Армения попросила. Не надо, Россия нам обещала, что все как бы отрегулирует внутри, внутри региона. Отрегулировала. Видите, жизнь как пошла, что Россия не поддерживала нас, не поддержала, и мы имели серьезные территориальные потери. Сейчас громадную цифру 120 или 140 квадратных километров потерь. И только после этого, после 13 сентября, после последней агрессии, наши опомнились и пошли обратились в Совет Безопасности ООН. Я завершаю. Что это означает? Что вот сейчас не обманитесь очередными обещаниями России. Россия действительно в тяжелом положении. Я, между прочим, еще одну мысль, немножечко отвлекаясь от этого, одну ремарку хочу сделать, что такое, эмоционально-человеческого контекста, страна, которая кинула своего стратегического партнера. Она не может достичь успеха. Вы понимаете? 30 лет эти бедные армяне, да, мы бедная страна, маленькая страна, все руководители Армении, бывшие, нынешние, голосовали, как Россия хотела, в ООН, на генеральных ассамблеях ООН, во всяких подразделениях ООН, там сто всяких подразделений, всюду голосовала, в Совете Европы, как Россия хотела, в ОБСЕ, всюду голосовала. Когда пришло время нам помочь, путинская Россия сказала, ребята, мы сейчас заняты другими вещами. Такое аморальное поведение, и сейчас опять верить и опять отвлекаться на какие-то российские варианты, это может смертельно быть. Я больше скажу, знаете, есть Бог, да, глобальный, который все это видит, все это несправедливость к армянскому народу. Когда Шуши и Гадрут не отвоевывали азербайджанцев, все знают, там не было никаких боевых действий, все знают, и после войны... Наоборот был приказ отбой. Отбой, да, был, что Россия сдала Шуши и Гадрут, причем Шуши это центр армянской культуры, один из важнейших, центр нашего искусства, нашего языка и так далее. Эту святыню отдал Азербайджану, Азербайджан сейчас каждый день нас унижает, едут они в Шуши какие-то с турками, подписывают стратегические договора, унижают нас, оскорбляют нас и так далее. И Путин думал, что ему сойдет с рук. Но большой Бог есть. Как они из Херсона убежали, да, русские войска. А Херсон многие не знают. Да, это Украина, в современном понимании, однозначно. Но вы знаете, что Херсон это серьезнейший пункт или город, или регион, связанный с российской историей. Многие не знают, что граф Потемкин там похоронен. Суворов связан, поэтому их памятник, они не просто так их памятники там поставили. То есть российская история серьезно связана с этим регионом. Как они ушли? Они думали, что они все смогут переварить. То есть все предательства к армянскому народу. Поэтому Путин пусть будет знать, что нельзя идти против Бога. Нельзя идти против принципов. То есть он думал, что ему все можно. Это как получил, нет? Поэтому я хочу сказать, что очень... Вот то, что называется принципы, порядочность, никто их не может отменить. Принципы поведения, принципы уважения норм международного права. Никто не может. И если кто-то думает, что он может отменить, его потом наказывают. Вот как наказали Херсоном Путина. Ну, я сказал основную мысль. К этому месседжу госсекретаря США. И вот там вы очень правильно отметили, и в месседже тоже подчеркнуто. Там фраза была. Поддержка Вашингтона мирного процесса и призыв к сторонам уточнить новую дату переговоров в Вашингтоне. То есть, то, что вы сказали. Нельзя останавливаться, нельзя отворачиваться, нельзя спускать в воду все это. Да, да, да. Вот это заявление, вот эти два звонка Пашиняну и Оливу из Вашингтона. Они о чем говорят? Что Вашингтон обеспокоен, что начнут обманывать, давать какие-то обещания. Ну, то, что, в принципе, так и делается. Так и делается. Ну, смотрите, что было до Сочи. До Сочи Путин на Валдай. Валдай объявил о том, что Вашингтонский вариант, он предполагает плохие вещи для армян, потерю Карабаха, передачу Азербайджана, что не соответствует действительности. Но он так сказал. Он сказал, а у нас другой вариант. Вы знаете, чтобы мы поняли, это соответствует действительности или нет, мы хотя бы должны знать, что из себя представляет Вашингтонский вариант. Я могу сказать то, что я знаю, и то, что я увидел опять в очередном заявлении. Пожалуйста. Вот, в особенности в Конгрессе, когда была дискуссия, Менендес такого типа вопроса задал. Ему объяснили, что Вашингтон что предлагает? Предлагает диалог Степанакерт-Баку с международной оправой, то есть с форматом международным, но чтобы Степанакерт работал с Баку. Это однозначно выгодно нам. То есть это доказывает, что Карабах есть, правосубъектность Карабаха. Потому что если Баку согласится, что это автоматически означает, значит есть Нагорный Карабах. Ага. И здесь настаивает Вашингтон очень серьезно. Здесь увильнуть Азербайджан не сможет. Вот важнейшая компонент у Вашингтона. Что касается мирного договора, там больше европейцы лоббируют. А Вашингтон что говорит? Так как мы видим, что в документе о мирном договоре нету победания Карабаха, мы предлагаем Степанакерт-Баку двухсторонний такой формат, где этот формат располагается внутри международного формата. Это очень важно. Теперь в этом международном формате кто будет? Я не знаю, та же минская группа вероятнее всего, что так и будет. Это не важно. Важно то, что это предложение вполне разумное. Теперь что говорили нам, что обещали руководству России в Алдае? Они говорили следующую вещь. А у нас лучший вариант. В самом мирном договоре Карабаха кто был? Хорошо, подождали. Полетел Никол Пашин в Сочи и получили ответ. В заявлении даже не то, что нету пункта о Карабахе, даже упоминания нету на Горном Карабахе. Поэтому я предупреждаю наше правительство. Сейчас самое опасное начать колебаться. То есть опять пойти в сторону российских каких-то обещаний и потом иметь опять тяжелейшие потери. Эти обещания нас кормили уже последние два года и мы имели территориальные серьезные. Вместо того, чтобы признать агрессию азербайджана, мы слышим такое обещание. И вот несколько слов о том, что вот вы сказали, что вот сюда приезжают. Это вы знаете в рамках ОДКБ. 25 числа сами в ОДКБ. Не скрою, что я не считаю правильным приезд нескольких лидеров этого ОДКБ. Так там всего ничего лидеров. Ну вы знаете, люди должны знать, что 9 ноября нас 6 стран. Всего 6 стран. Без Армении 5 стран. Нет? 5 стран. Из 5 стран, 3 страны поздравили Азербайджан с восстановлением территории Альселса 9 ноября. Кто-то с победой поздравил. Вот сейчас 9 ноября. Как эти люди сюда приедут? Как может приехать к нам Лукашенко, который, вы помните, на этом онлайн-саммите, в неочередном, недавно который был, да, 2 недели назад, где Никол Пашинян инициировал, вы знаете, очень важный вопрос. Теперь это была агрессия против нас или нет? Азербайджан на нашей территории стоит или нет? И эти все вопросы Никол Пашинян действительно правильно поднял. Должен я признаться к его чести, что жестко. Вот скажите, помните, что Лукашенко начал говорить? Начал говорить, что там козы даже не живут. Это что за место, что вы из-за этого вы спорите? Идите договоритесь с Азербайджаном. А то будет хуже. А то будет хуже. Ну я уже не говорю, там по идентичности нашей ударил. Помните, сказал, что вы православные и так далее. Вы знаете, я все конфессии, все религии уважаю. И все конфессии христианства очень уважаю. И православных, и католиков, и протестантов. Но я должен сказать мировому сообществу. Армянская церковь, апостольская церковь, это отдельная ветвь, отдельная конфессия в христианстве. То есть, четыре главные конфессии. Вот одна из четырех, это армянская. Поэтому и в Иерусалиме эта церковь разделена на четыре части, есть армянская часть. То есть, эти армянские святыни христианские, они признаны. То есть, мысль моя в чем заключается? То есть, мало того, что по безграмотности, а может специально политические наши унижают, еще собираются сюда приехать. Я, честно говоря, не понимаю. Россия признала это агрессией? А зачем сюда приезжать тогда Путин? Я просто по-человечески, видите, я сейчас даже политические аспекты не говорю. Зачем они сюда приезжают, если они считают, что даже не знают, какой носителем и какой религии мы являемся, или какой конфессии? Зачем они сюда приезжают, если они не признали агрессию Азербайджана, который минимум на 5-6 километров зашел? Какую опасность вы видите? Ну, опасность, главное, знаете в чем? Опасность в том, что наш народ, безусловно, добрый. Политически, знаете, я бы сказал, молодой народ, политически молодой. Что это означает? Что, в общем, можно обещание дать, люди как-то сразу скажут, ну, давайте подождем и так далее. И потом будут последствия тяжелейшие для армянского народа. Это не дай бог, я даже не хочу этот сценарий обсуждать. При каких условиях? То есть, вы условия не назвали? То есть, поверить чему? Ну, например, обещанием, что вот, знаете, не надо сейчас Запад вовлекать сюда, вот мы внутри решим. Потому что сейчас Азербайджану очень важно выиграть время. Сейчас США и Франция занялись регионом серьезно. Сейчас Евросоюз занялся. Поэтому Азербайджан знает, что не может сейчас атаковать. Российский вес очень упал в мире, авторитет. Россия сильно поддерживает Азербайджан. Но их поддержка сейчас даже может отрицательно сработать. Поэтому им нужна пауза. А нам не нужна пауза, нам нужны договоренности, стабилизация. И они будут ждать, чтобы немножко внимания американцев и французов уменьшилось. А вы знаете, сейчас в мире столько проблем, что может так произойти, что их внимание немножко как бы ослабнет. Но Франция говорит, я готова, фактически говорит, не прямо, а косвенно, я готова быть с вашим прямым стратегическим союзником. Да, да, я согласен. То есть, если Москва, вы больше не рассчитываете на помощь Москвы, то я, может быть, смогу быть вашим другом. Блестяще. А в том-то и дело, приезд Путина сюда, это как бы уговорить наших, чтобы не... Смотрели в эту сторону. Да, чтобы не выбрали бы новых партнеров. Вот я считаю, если мы этот выбор не сделаем, то есть, вот эти предложения США и Франции не примем, вот в таком интенсивном сотрудничестве. Если этого не будет, я должен сказать, что сценарий будет самый печальный, даже не хочу говорить. Кстати, в Конгрессе, когда обсуждалось, в том числе обсуждался вопрос ядерного реактора американского в Армении. Понимаете, эти месседжи, это не просто так. Не может быть такого, чтобы конгрессмен сказал, а вот как мы планируем, и там официальные лица обсудили и отвечали бы, да, с Арменией есть стратегический договор в области ядерной энергетики, в том числе ядерный реактор. Что это означает? Если принесут сюда, поставят, они же очень компактные. Многие думают, когда ядерная установка, это что-то огромное по пространству. Нет, технологии выросли, это маленькие компактные вещи. То есть, они дадут ту же энергию, что сегодняшняя атомная станция российская, но автоматически сделают нашу энергетику более независимой. И вот сейчас цель России уговорить, чтобы мы эти важные шаги не сделали, зависимость бы сохранилась, чтобы окончательно сдать Степанакерт под управление Баку. Почему? Потому что это вопросит Турция. А вы можете сказать, а Турция за это что хочет? Очень простую вещь. Очень много не хочет. Турция хочет, чтобы Россия отдала бы Степанакерт окончательно Азербайджану. Отдала бы Азербайджану, Россия помогла бы взять Азербайджану и Армении за Гизурский коридор. А Турция, наверняка у вас вопрос, а что до такой большой Турции России, чтобы Россия удовлетворилась? Очень простую вещь. Ну, во-первых, если коридор будет, Россия как бы этим коридором будет управлять, там интересы российские, пользоваться, обход санкций, но главное не это. На данном этапе тактическом очень важно, чтобы Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Потому что для России жизненно важно, чтобы Евросоюз и НАТО не были бы едины, чтобы там внутри были бы проблемы. И Турция сейчас для России играет в этом огромную роль. Например, до этого шведы и финны не чувствовали этой игры турецкой. Они все время говорили, мы готовы, мы будем сотрудничать. Вот вчера уже было заявление премьер-министра Финляндии, что он не понимает, почему Турция тянет, что это за игры. А мы понимаем зачем. Турция знает, что она нужна России и требует от России следующее, чтобы все, что Азербайджан хочет, выполнено. Я надеюсь, наше правительство эти расчеты делает. То есть понимает, что сейчас очень опасно опять возвращаться к тесному сотрудничеству с Россией, потому что эти игры, в которые опять тебя вовлечет Россия, не содержат интереса армянского. Сегодня, 17 ноября, есть информация, что премьер-министр России Мишустин должен посетить Баку для участия в 11-й Азербайджано-Российской межрегиональной конференции. И не исключено, что президент России, мы уже говорили об этом, 22-го числа приедет в Ереван. То есть один в Баку, премьер-министр, а президент России в Ереване. Но говорят, что, естественно, разговоры о том, если Путин уйдет, кто будет следующим, называют им пока что Мишустина. То есть он может стать преемником Путина. Итак, вопрос. Что пытается сделать Россия через Армению и Азербайджан для себя, и сможет ли она сделать то, что планирует пока через Армению и Азербайджан? Ну, я думаю, что, конечно, Россия хочет вместе с Азербайджаном добиться от нас коридора на юге Армении, то есть экстерриториального коридора, то есть вот мегарийскую железную дорогу, чтобы Россия бы контролировала. Ну, ясно, она одна добиться немножко сложно, так открыто выйти против нас, да? Хотя мы видим российская политика вместе с Азербайджаном, не с нами. Но так это немножко сложно. Поэтому она хочет этого добиться через Азербайджан, в том числе через атаки Азербайджана против нас. Это, конечно, четко вырисовывается. Почему? Почему России это нужно? Потому что Россия хочет обходить санкции через железную дорогу России, Азербайджан, Армения, Нахичеван, Турция. Потому что все дороги закрыты, санкции усиливаются и так далее, и так далее. Это она хочет, конечно, от Азербайджана. Второе, что хочет от Армении. Главная цель от Армении следующая, чтобы Армении, я бы сказал так, не поняли, что происходит. Потому что у нас в обществе действительно критические настроения на Россию очень сильные. Россия знает, что у них опоры в Азербайджане нету и в Грузии нету, в обществах. Да, они с режимом Алиева нашли общий язык, но в обществах у них нету ни в Грузии, ни в Азербайджане. Значит, только осталось Армению. Значит, они хотят нашими интересами расплачиваться с Азербайджаном, Азербайджаном отдавать наши территории, и уже отдали часть, и так далее. Но хотят, чтобы в глазах армянского народа остались бы хорошими. Ну и обеспокоен, конечно. И обещающими пряниками. И обещающими пряниками. Так как они видят, что проходит это частично. То есть критические настроения по армянскому обществу очень серьезные. Но все равно находятся какие-то там... Есть, конечно. Да, какие-то там пророссийские политические силы, агентуры здесь много, так сказать, которые распространяют российские нарративы. Они хотят вот очередной раз обмануть. Но этот обман для нас чреват потерей государственности. В том-то и дело, это не вопрос одного-двух сел. Вот потеряли как плохо, что мы потеряли Гадрут. Да, это наша родина. Но как плохо, что мы его потеряли. Нет, сейчас цена этому, это наша независимость. Потому что любые коридоры, то есть экстерриториальные потери армянские, это цена его независимости. Потеря независимости. Но я же не говорю потерю Карабаха. Поэтому я хочу сказать, что наши правительства должны знать это, просчитывать и очень-очень взвешенно действовать. Нам руку помощи протянул Запад в лице Франции, США. И они конструктивно работают. Им нужна здесь стабильность. Здесь наши интересы с ними совпадают. Им нужна здесь стабильность. Им не нужна новая Сирия и так далее. Поэтому они нам от души помогают, сдерживают агрессивность Азербайджана. И на этом есть шанс что-то построить. Не будем наивны, что легко, но есть шанс. России другой интерес. России интерес другой. С Азербайджаном вместе взять наши дороги, контролировать их. А что с Арменией будет, их мало интересует. Ну, в крайнем случае, присоединяет Беларусь, Россия к этому союзному государству. Поэтому наши интересы, к сожалению, с Россией сейчас не совпадают с путинской. Путин, более того, многие шаги делают, которые... Я не вижу интереса российского, но его клановые интересы я вижу. То есть, они хотят через сотрудничество с Турцией, через эту дорогу обойти санкции. Но какие здесь интересы России, российского народа, я не вижу. Почему? Потому что это усиливает Турцию, Азербайджан, Центрально-Азиатские республики. То есть, тюркский мир сотрудничает. Что здесь выиграет Россия, я не знаю. Но наш интерес в следующем, сохранить нашу независимость, сохранить армянство в Карабахе. Да, подписать договор с Азербайджаном в конце, чтобы здесь военных действий не было. Российский интерес противоречит этому. Не совпадает путинский интерес здесь с нами. Есть еще один аспект, мы должны учитывать его. Это ситуация в Иране. И отношения Ирана и Азербайджана продолжают накаляться. И мы слышим и там, и тут взаимные претензии, территориальные претензии, угрозы взаимные. Кто раскачивает, по-вашему, эту ситуацию из тех игроков, которые видны, наверное? США, Израиль, Азербайджан пользуются этим, позиция России в этой ситуации. Потому что и насколько серьезно может отразиться на Армении, если там действительно полыхнет? Ну, я честно вам скажу, конечно, плохо, что вокруг Ирана вот это кольцо сжимается. К сожалению, Иран все-таки сотрудничает в военной области с Россией сейчас. Ну, это уже доказано. Даже иранцы признали, что они давали дроны, камикадзе давали России. Ну, они просто говорят, это до войны было и так далее. Объяснения какие-то дают. Но факт, что они признали... Но санкции уже пошли. Да, санкции из-за этого пошли. А чем это плохо? Чем это плохо? Это плохо тем, что шанс в ближайшее время, что Иран начнет сотрудничать с европейцами, американцами в энергетической сфере, что нам было бы очень выгодно, потому что мы могли бы стать транспортным коридором, в том числе для энергетических проектов. Это закрывает, и это очень плохо. Но есть вторая плохая сторона, так как Азербайджан давно работает с Израилем, это известно. Как бы Азербайджан в вопросе Ирана, он очень стоит близко с израильскими интересами и частично с американскими. И это, конечно, плохо для нас, потому что Азербайджан с Израилем будет против Ирана. Это уже очевидно видно, а это и ослабит Иран. То есть Азербайджан может стать орудием в руках Израиля и США против Ирана, то есть использоваться будет? Да, а это означает вес Азербайджана частично будет расти. Но в любом случае ослабление Ирана, конечно, нам не выгодно. Дело не в режиме иранском, политическая часть меня не интересует. Нестабильность, скажем так. Да, нестабильность нам не выгодна. Какой там институциональный строй, это право иранского народа, это нас не интересует. У нас отношения действительно хорошие с Ираном, но нестабильность в Иране подействует на нашу торговлю, наше взаимодействие. И, конечно, это все опасность и для нас, и вы хорошо сказали. И второе, третье очень важное. Иран очень жестко против, чтобы от Армении отобрали бы мегрейский коридор. Грубо говоря, против, чтобы это было бы экстерриториально. Например, Армения за открытые дороги, железные дороги, и чтобы все бы пользовались. Но нет, Азербайджан с Россией хотят, чтобы это было бы экстерриториально. Они бы контролировали, а армяне бы не вмешивались. Потому что иначе они оказываются в турецком окружении. Совершенно верно. И тогда получается так, что границу с Ираном можем мы потерять, а это почти потеря независимости. Это для нас потеря независимости и для Ирана тоже очень опасно. Очень опасно. Поэтому Иран здесь с нами, и очень жестко эту границу, как бы, вот их заявления, сдерживающий фактор для Азербайджана. Но если Иран очень ослабнет, конечно, ситуация очень ухудшится. Здесь такой большой клубок, в него всего входить сложно. Но для нас здесь есть вызовы. Здесь единственное, что проглядывается, очень плохо, что это я озвучиваю, что опять Азербайджан используется как орудие. И против нас в данном случае, и сейчас уже против Ирана может быть использовано. Вы знаете, я вот... Вечное орудие такое, да? Ну да, вечное орудие, их используют, их используют. Они это делают, как я вижу, по крайней мере, с удовольствием. Но вот вы обратите внимание, я вот один аспект, на один аспект хочу. Я давно на это обращал внимание. Что азербайджанцы фальсифицируют не только историю армянскую. То есть, вот то, что они говорят в Карабахе, это не все церкви армянские, это церкви, как они говорят, албанские. А мы есть кавказские албанцы, то есть, давайте не будем угадать и получать ваши помощи. Это очень важно, они возвели это в государственную политику. Они говорят, вот албанские церкви, это православие, вот значит, это православные церкви. Они с каких-то церквей сняли купола. Что я хочу сказать, это очень серьезно. Они меняют, внутри меняют, потому что наши церкви строятся, мы знаем, как строятся. Ну конечно, то есть, идентичность армянских церквей. Они архитектурные изменения тоже делают. Да, то есть, идентичность армянских церквей сложно оспорить. Они начали... Но эти шаги очень опасные, и для них тоже. Почему? Они сейчас вдохновленно ведут эту пропаганду, армяне здесь не жили, армяне пришли. Так здесь сейчас против Ирана то же самое. Совершенно верно. А многие не заметили, что параллельно делали против Ирана. Вот этих известных великих поэтов иранских, они приписывают себе, они меняют на могилах этих поэтов надписи, пишут на латыни. Смешно, персидский язык один из древнейших в мире языков. Что я хочу сказать про северный Иран, что они считают, что Персия образовалась от Азербайджана. Нет, вы просто не представляете, если вы будете читать, что там пишут, это потрясает. Но они, к сожалению, эти фальсификации истории или интерпретации в такой свободной манере, они, к сожалению, вовлекают целый народ. Понимаете? И сейчас они убеждены, что да, вот Карабахи их, Зангезур их. Действительно люди начинают верить в эти все сказки. А кто говорит, что азербайджанцы не жили в Армении? Кто говорит, что не жили? Конечно жили. Ну и что? Армяне, например, живут в Лос-Анджелесе. Армяне во Франции живут. Что, это все Армения? Нет. То есть у них вот так. Они говорят, что раз в Ереване жили азербайджанцы, это означает азербайджанская земля. Вы знаете, такие примитивные подходы поразительные. Сейчас в Европе живут арабы, живут, вы знаете, афганцы в большом количестве, пакистанцы в Англии, пакистанцы. И что, Англия это Пакистан? Но вы представляете, эти нарративы как у них углублены в обществе. Причем я не понимаю смысла у властей, потому что они в тяжелое положение общество ставят. То есть люди искренне верят, что Карабах... А иначе, вот мы сказали орудие, иначе орудие будет работать плохо. Поэтому надо действительно вот это все в умы внедрять. Я понимаю, но потом это Богом выйдет. В умы своего народа внедрять. Это Богом выйдет, потому что вот эта сейчас кампания, в том числе по фальсификации истории с Ираном, это дорого обойдется. А азербайджан думает, что они выиграли войну. Действительно, меня поражает наивность наших народов всех. Азербайджанцы искренне верят, что они выиграли войну. То есть им турки помогали, Россия помогала, Пакистан помогал. То есть на маленькую Армению все им помогали. Но они подумали, что они такие сильные. И знаете, это очень плохо. Почему? Это вызывает эскалацию. Вот такие наивные подходы. Поэтому я хочу... Например, вы знаете, что я большой сторонник, чтобы с азербайджанцами нашли бы общий язык. Я участвую в двух-трех форматах, где есть азербайджанцы. И я очень искренне в этом участвую. Я считаю, что надо общий язык найти на гражданском уровне, на правительственном уровне. Но когда я вижу вот такой наивный подход, то вот верить всему. Вот что тебе дают верить всему? Это страшная вещь. Не уверен, что это очень умная политика, официальная, полностью игнорировать армянское наследие. Или пытаться его уничтожать. Или пытаться принизить. Это ничего хорошего не берет. Сейчас они это делают по отношению к иранцам. Многие не знают, что частично это делается по отношению к Грузии. Вы знаете, это гареджи монастырь. И вы знаете, там маленький кусок этого монастыря. Случайно, как делали границу, непонятно. Да, это были административные. Сейчас попал на территорию Азербайджана. Так Азербайджан оспаривает. Они говорят, да, это албанские монастыри и так далее. Они оспаривают с грузинами это. Поэтому они соглашаются. Грузины готовы больший кусок в другом месте дать. Но это монастырский комплекс. Внутри этого комплекса маленький кусок попадает на азербайджанскую территорию. Азербайджанцы это говорят. Но мысль моя в чем? Зачем вы это делаете? Не знаю. Вы знаете, каждый народ сам решает, что делает. Его руководство решает, что делает. Но я считаю, этот путь к конфронтации, к войнам, к нестабильности. Еще с учетом того, что в мире творится, многие не понимают, какие последствия для них тоже могут быть. Они, вы знаете, вдохновляются. Вот они победили. Они думают, что все. Я вам скажу, что с Ираном связаться это серьезные проблемы могут быть. Настолько вы знаете, и иранцы, и азербайджанцы тоже сейчас подели. Настолько серьезно было. Вчера, знаете, министры иностранных дел по телефону говорили. Обеспокоено, что вот надо как градус бросить. Но это не понимают. Когда ты, вы знаете, когда вы машину включаете, потом отступить очень сложно. Когда идет вот эта эскалация ненависти, недоверия и так далее, потом это очень сложно. Я вам другие вещи могу сказать. Еще пример. Вот уже политических нарративов азербайджанских. Вот они сейчас в том числе в Европе распространяют такие слухи. Вот они говорят, Николай Пашинян нам обещал дать коридор. Ну на кого это рассчитано, что обещал, дал коридор? В договоре есть от 9 ноября? В документе есть? Все остальное я не принимаю. Кто бы то, что бы то ни говорил. Все остальное это слухи, это какие-то придуманные истории. Но они очень серьезные, в переговорах они это используют. Зачем вы это используете? Что это означает? Нам кто-то что-то обещал. Я тоже кому-то что-то 30 лет назад обещал, кому-то подарить ручку, не подарил. Сейчас человек пришел и сказал, ты помнишь, ты мне подарил ручку? Я говорю, а в документе есть? Ну, шутя говорю. А написано? Он говорит, нет, не написано. Значит, я не обещал. Это очень серьезная вещь, я сейчас говорю. Самая серьезная из сегодняшнего нашего разговора. Потому что эти нарративы ничего хорошего не приводят. Что значит, обещал? Раз он обещал, значит, я имею право воевать. Что, ты легитимизируешь силовые действия? А я уверен, что никто ничего им не обещал. Потому что и так, если вы посмотрите 9 ноября документ, там все мы отдаем. Мы после этого отдали даже то, что в документе написано. Мы сдали Кельбаджар. Мы дали Агдам. Это не завоевало Азербайджан. Но цените это. Понимаете, вот так делать вид, что какие-то шаги позитивные Армения делала, делать вид, что не было, это тоже неправильно. Азербайджан смог военным действием взять действительно 3,5 района. Он не смог взять ни Лачинский район, ни Кельбаджарский, ни Агдамский. Но уже расклад так пошел, что наши сказали, да, мы это тоже освободим, что все 7 районов освободим. Давайте дальше миром. Это не ценит Азербайджан. То есть они приходят и говорят, нет, это мы взяли. Нет, вы не взяли. Вы поняли? То есть ты все время создаешь нестабильную ситуацию, когда невозможно фиксироваться ни на чем. Я не уверен, что это правильная политика Азербайджана и призываю подумать об этом. Для них, может быть, это правильная политика. Вы знаете, опыт показывает, что нет. Вот в России Путин тоже думал, что он делает все правильно. Нет, ну Херсон, я извиняюсь, Херсон это не учит их ничего. Не учит нас всех. Мировое сообщение не учит ничего. Присоединили Херсон. Помните, в Кремле что-то там обнимались. Херсонский какой-то руководитель. А сейчас его где-то убили. Кто убил, кто его из игры вывел. Даже непонятно. Херсонский руководитель. Вот тот, который бывший депутат был Рады. Мысль моя в чем заключается? А сейчас оказалось, что никакой Херсон не Россия. Это Украина. Люди пришли, отвоевали свою родину. Назад освободили. Мысль в чем заключается? Вот Путин себя убедил, что это его. А оказалось, что жизнь совсем другая. То есть, поэтому и есть правила игры, которые надо уважать. Многие забывают, что когда было Карабахское движение, мы никогда не говорили примитивно Карабах наш. Кто такое говорил? Ну, какие-то, может быть, узкие круги. И официальные Ереваны все время говорили, что да, азербайджанцы, так получилось, советские правила игры так привели. Мы считаем, что это неправильно. И у карабахцев есть право народа на самоопределение. И мы боремся за самоопределение Карабаха. Чем это закончится? Это другое. Независимостью, я не знаю, каким-то протекторатом. Это другой вопрос. Но когда-нибудь вы слышали, что серьезные, по крайней мере, наши лица, какие-то говорили, нет, мой и все Карабах. Он сейчас напомнит, когда Пашиня сказал, что Карабах – это армия. Помним? Ну, во-первых, это... Это слова Азербайджана. Я понимаю. Это литературное, помним, да? Я понимаю. Ну, это, во-первых, литературное выражение. Там было много из диаспоры людей. Это эмоционально... Нет, ну, сказано было. Не будем... Нет, я понимаю. Я более того, я скажу, что не надо было этого говорить. Так как он это говорил не в политическом контексте. Но трудно объяснить потом миру, что это не в политическом контексте. Но я другое говорю. Все равно, если вы посмотрите переговоры минской группы, в которых тоже успел участвовать и Никол Пашинян, там он никогда такое не говорил. Там минская группа, в рамках минской группы уважается и территориальная целостность, и самоопределение, и так далее. То есть, мысль моя в чем? Что когда была борьба за Карабах, это не как примитивно за землю было, а за право там живущего народа. И сегодня, кстати, та же проблема. Да. Да, согласен. Проблема людей, которые там живут, и право на жизнь. Нет, но они же на своей земле живут. Они же не пришли с Луны туда, значит, ты должен их уважать. Но еще раз я повторяю. Когда ты примитивно все превращаешь в территориальный спор, вот кончаешь, как Путин кончил с Херсоном. И последний вопрос. Официальный Ереван предупреждает уже на высшем уровне в разных инстанциях. И Пашиняна об этом говорит. И секретарь Совбеза о том, что возможности новых военных действий со стороны Азербайджана. Как вы думаете, смогут ли третьи страны предупредить, то есть не позволить Азербайджану все-таки начать войну? Или война начнется, вы думаете? Я, честно скажу, думаю, что сейчас не будет военных действий по одной причине. Что Франция и США фактически предупредили Азербайджан, что начнутся санкции. Поэтому азербайджанские руководства должны понимать. То есть, сюда. Вот до этого за войну они цену не заплатили. Это, безусловно, ошибки нашего сегодняшнего руководства. Что значит, за войну цену не заплатили? Потому что они пошли решать Карабахский вопрос силой. Это нарушение международного права. Тогда наши власти, так как, ну, прямо скажем, у них был маленький опыт в международных отношениях. Они, вы помните, реально не обратились в Совет Безопасности ООН. Помните, в 2020 году. Конечно. Не обратились за помощью по большому смысле, широкому смысле, международной организации. Вот как сделали 13 сентября. Сейчас, 13 сентября, наши действовали адекватно. Совет Безопасности ООН пошли, пошли в ОБСЕ, пошли в Евросоюз. Поэтому сейчас наблюдатели здесь в Евросоюзе, поэтому до этого были наблюдатели ОБСЕ. Вот это и есть правильный путь. Так вот, была бы огромная война, которую начал Азербайджан, но так жестко не фиксировалось, что Азербайджан агрессор. Объясню, почему. Потому что мы не обратились в международные станции, чтобы они это зафиксировали. Вы сейчас обратились, вы увидите, наблюдатели ОМСЕ скажут, что агрессор Азербайджан. Уже США, Франция, Греция, ульма стран признали агрессию. Вот тогда мы этого не делали. Поэтому Азербайджан как бы переварил, то есть не ответил за эту агрессию. И поэтому опасность есть, что будет атаковать. Но сейчас Азербайджан понял, что после активной деятельности нашего правительства и общества во внешней политике после 13 сентября этого года, вот сейчас уже мир готов начать санкции применять. Поэтому Азербайджан будет считать, а санкции начнутся, какие последствия будут, поэтому он будет уже взвешивать. Я думаю, они не пойдут сейчас на большие боевые действия. Я вам очень благодарна за сегодняшнюю беседу. Спасибо также всем вам, кто следил за нашей беседой и слушал руководителя аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству политического аналитика Степана Григоряна. Беседа Вилагиана и Арагелян. Всех благ и пусть будет мир.